Привет! Я Ира, или гид в шляпе, и сегодня я вам предлагаю подборочку о трех девицах под окном, которые пряли поздно вечерком. Или о трех великих императрицах. Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина Алексеевна. И начну я с первой, Анна Иоанновна. О правлении этой императрице существует очень много домыслов, много тайн. И до сих пор лично у меня попадаются туристы порой на экскурсиях, которые при упоминании Анны спрашивают, а кто это вообще? А тетенька, между прочим, на престоле провела ни много ни мало 10 лет. С 1730 по 1740 год. Ну и давайте разберемся, кто, собственно, это была такая. Анна Иоанновна это дочь брата Петра Первого, сводного брата по отцу Иоанна Пятого и по совместительству его соправителя. Ну то есть получается, что Петру Первому Анна Иоанновна доводилась племянницей. Из примечательного про Анну Иоанновну можно сказать то, что это последняя чистокровная русская на троне. И предпоследняя Романова по прямой линии. То есть получается, после нее Елизавета Петровна уже чистокровной не была, поскольку у нее мама Марта Скавронская, она же впоследствии Екатерина Первая, была то ли латышского происхождения, то ли литовского. Ну и плюс от Елизаветы Петровны и далее весь род Романовых уже не совсем Романовы, а Гольштейн-Готторбски. Анечку выдали замуж за герцога Курлянди и Фридриха Третьего Вильгельма. Свадьба проводилась здесь, во дворце Меншикова. Через два месяца после свадьбы герцог умер. И Анна становится наследницей этого герцогства. Ну и с тех пор она входит в состав Российской империи. Когда еще она жила в своем этом захолостном герцогстве, там она познакомилась с Эрнстом Бероном. Он очень быстро вошел к ней в доверие. Ну и собственно сначала он стал ее секретарем, потом управляющим. Но сегодня на явлении Бероновщины я останавливаться не буду, потому что это отдельная тема для разговора и в общем-то для видео тоже. Династический кризис возник сразу после смерти Петра Первого. Он не оставил наследников мужского пола по прямой линии, да и в общем-то завещание не успел написать. И вот опуская некоторых правителей после Петра Первого, скажу, что в какой-то момент об Анне Иоанновне, которая себе благополучно живет в этом захолустном герцогстве, они вспоминают русские аристократы, которые входили в Верховный Тайный Совет. Туда входил князь Голицын и не только. И они смекнули, что можно пригласить эту Анну сюда править, но при этом сделать ее такой декоративной императрицей условной, а по факту править самим. И вот Верховный Тайный Совет прописывает все эти условия в кондициях. Ее приглашают сюда в Россию, ну и она их подписывает. Но женщина оказалась непростая. В итоге известная история, она разрывает эти кондиции при них, и вместо олигархической республики, которую они хотели сделать, чтобы по сути править, она с этого момента начинает править сама по принципам абсолютизма. Несмотря на всякие негативные моменты, которыми отличалось правление этой императрицы, явление той самой Бероновщины были, естественно, и позитивные моменты. Во-первых, были проведены реформы государственного аппарата, в частности, сенатская реформа, судебная реформа. Плюс Анна Иоанновна считала себя преемницей Петра Первого и считала, что нужно продолжать эпоху славных дел. При ней начинает возрождаться военно-морской флот, который был в запустении после смерти Петра. Начинают строиться новые корабли. Более того, после смерти Екатерины Первой весь двор переехал обратно в Москву. Но Анна Иоанновна возвращает столицу в Петербург. При этом и сам Питер в тот момент был достаточно в запущенном состоянии. Многие даже здания, те же государственные, были недостроенными. Например, здание 12 коллегий. Его достраивают и министерства, то есть коллеги, переезжают туда при ней в 1733 году. Плюс нужно было много всего восстановить после наводнений. О повседневной жизни Анны Иоанновны можно сказать то, что она была скорее провинциальной барыней, нежели столичной аристократкой. Она вела нездоровый образ жизни. Очень поздно вставала. Любила начать утро, а точнее день, с кофе в постель. При этом больше любила развлекаться, чем работать. И, соответственно, ложилась поспать очень поздно. При этом современники оставили противоречивые воспоминания о ней. Ну, например, пристрашновато была взору, отвратное лицо имела. Так была велика, когда между кавалеров идет всех головой выше и чрезвычайно толста. Ну, так говорила о ней и графиня Шереметьева, которую, к слову, Анна Иоанновна отправила в Сибирь вместе с мужем. Императрица Анна Толста с мугловатой лицо у нее более мужское, нежели женское. В обхождении она приятно, ласково и чрезвычайно внимательно. Щедра до расточительности, любит пышность чрезмерно, отчего ее двор великолепен превосходит все прочие европейские. Она строго требует повиновения себе и желает знать все, что делается в ее государстве. Не забывает услуг ей оказанных, но вместе с тем хорошо помнит и нанесенные ей оскорбления. Говорят, что у нее нежное сердце, и я этому верю, хотя она скрывает тщательно свои поступки. Вообще могу сказать, что она совершенная государиня. Ну, так писал о ней испанский герцог Дейлириа. Анна Иоанновна любила охоту, точнее сказать, она ее просто обожала. Здесь, в старом зимнем дворце, в каждой комнате, практически у каждого окна, стояло заряженное ружье. Она подходила к окну, брала ружье и стреляла по дичи прямо из окна, которая водила здесь, на территории нынешней дворцовой площади. Тогда это назывался Адмиралтейский луг. Ну, с одной стороны здесь был луг, с другой стороны уже был город, поэтому дичь дополнительно, специально сюда завозили для нее, чтобы она, как говорится, не выходя из своего дома, могла поразовлекаться. Сохранилась даже занятная статистика, что в 1739 году, в летнем сезоне, она лично сама убила 4 кабана, 9 оленей, 16 коз, 1 волка, 374 зайца, 608 уток и 16 чаек. Помимо охоты, Анна Иоанновна также ввела традицию регулярных балов и балов-маскарадов. При этом при дворе всегда держали шутов и карликов, она это очень любила. Сохранился очень известный случай. В ее правлении организовали празднество, свадьбу в ледяном доме. Женили придворного шута Михаила Гальдицына по прозвищу Квасник и придворную калмычку Евдокию Буженинову. И вот современники, в том числе иностранные послы и гости, вспоминали об этом случае, что это было очень пышное мероприятие, очень интересное фейерверки, угощения на улицах. Но при этом очень было жалко этих молодых. Ну, как бы по отношению к ним это все выглядело скорее как издевательство, потому что их отправили на ночь в этот дом, полностью сделанный изо льда. Также современники Анечки упоминали, что у нее очень здравый ум. И с одной стороны она отличается определенной мягкостью, но при этом многие говорили и о жесткости. Если подумать, на троне в то время женщине, которая пришла на трон таким образом, по-другому, без жесткости, было никак. При этом двор у нее отличался пышностью. По сравнению со временами Петра I, расходы на всякие увеселения и вообще содержание двора возросли в четыре раза. Например, только на одну конюшню тратили 100 тысяч в год при Ане Иоанновне. Для сравнения, на науку уходило 50 тысяч. Очень много тратили в дни праздников. Освещали Адмиралтейство, освещали полностью крепость, устраивали так называемый огненный театр, а если уж устраивали фейерверки, то они длились минимум по полчаса. Дворец великолепен. В нем ее величество дает аудиенции всем должностным лицам и по определенным дням обедает. Дворец очень обширен и величественен. Потолки превосходно расписаны. Трон очень просторен. Так описывал дворец Анны современник. Кстати, если говорить об архитектуре во времена Анны Иоанновны, то в ее правление впервые Адмиралтейство перестроили в камни. Архитектор Трезини получил задание возродить парадис. То есть он занимался, по сути, реконструкцией города. Плюс она пригласила к себе архитектора Растрелли, который тоже уже в это время начал творить в этом городе. Но к себе во Фрейлины Анна Иоанновна предпочитала выбирать девушек с очень красивым голосом, которые умели петь. И вот в те дни, когда во дворце не проводили ни званого ужина, ни балла, вечером императрица любила развлекаться так. Сначала ее забавляли в шуты и карлики, затем это дело ей надоедало. А в соседней комнате с ее спальней обычно всегда находились фрейлины, которые шили или вышивали. И вот она открывала дверь и говорила так, ну, девки, пойте. И они начинали петь. Но когда и это ей надоедало, соответственно, она говорила довольна. И они замолкали. Так что, знаете, красиво жить не запретишь. Следующая в очереди сегодня Лизочка. Дочь Петра Великого родилась в 1709 году в Москве. В это время там шли торжественные приготовления к празднованию победы над Карлом XII. Напомню, что 1709 год – это победа в Полтавской битве. И вот маленькая Елизавета жила преимущественно в Москве. Лето она проводила в одной из слобод – в Покровском, Преображенском или Измайловском. Ее воспитанием в то время в основном занималась сестра Петра I – Наталья Алексеевна. Ну, поскольку родителям было не до того. Мать Екатерина постоянно находилась в Петербурге, а отец вообще – Петр I. С детства Елизавету, естественно, обучали всему необходимому – наукам, искусству, музыке, танцам. Но учиться она не любила и с самого детства не признавала режим дня. Елизавета Петровна наблюдала на троне после своего папы Петра, мать Екатерину I, затем Петра II, который доводился ей племянником, Анну Иоанновну, а потом еще и Анну Леопольдовну, которая была регеншей при малолетнем сыне. В Риме ее правления приближалось. До трона, между прочим, она вела очень скромный образ жизни, она очень мало средств тратила, и при этом она даже умудрялась родственниц своих содержать, сестер Скавронских. Но вот были у нее и друзья, которые хотели вошедствия на престол, в частности, Иван Шувалов, Михаил Воронцов и Лейпмедик Листок. И вот последнему историки отводят особое место во всей этой истории. Есть такая легенда. Поскольку это не точно, но тем не менее, был такой случай. Однажды Листок остался наедине с будущей императрицей и нарисовал на листке два рисунка. Один изображал ее на троне, а другой на плахе перед казнью. Листок так прокомментировал свои художества. Если сегодня не это, то завтра непременно будет это. Показал он сначала на рисунок с троном, а потом на второй с плахой. И Елизавета поняла, что нужно действовать. Они организовали переворот. И вот в 1741 году Елизавета Петровна становится императрицей. И важно, что она впервые при коронации сама на себя возложила императорскую корону. Кстати, у нас в Петербурге есть Пасо-Преображенский собор. И вот именно это строение считается, скажем так, символом вошедствия на престол Елизаветы Петровны. Поскольку в то время Преображенская слобода находилась именно в Литейной части, где сейчас находится собор, а на месте самого этого собора был полковой дом, в который она прибыла к своим лейб-компанцам, чтобы идти на Зимний дворец. Ну, правда, не на этот еще в то время, а на предыдущую версию Зимнего. Елизавета была очень щедра к тем, кто помог ей взойти на престол. Никого не забыла, всех наградила, всем, точнее многим даровала дворянство. С одной стороны, ее правление отличалось пышностью. Она в первую очередь думала о себе, но порой приходилось ей думать и о народе. В 1756 году она отменила смертную казнь за любые преступления. А вообще при ней очень много открывалось богоделин, инвалидных домов, театров, опер, гимназий, университетов. При ней, например, жили и творили Иван Шувалов и Михаил Ломоносов, благодаря которым появился Московский университет. При ней же здесь, в Петербурге, была основана Академия художеств. При ней впервые были напечатаны такие печатные издания, как газета «Московские ведомости», журнал «Полезные увеселения». Ну и, как известно, Елизавета Петровна очень любила все пышное. При ней происходит расцвет стиля барокко, особенно в архитектуре. Она отдавала предпочтение своему любимому архитектору Франческо Бартоломео Рострелли, а для нас просто Варфоломей Варфоломеевич. Он в то время понастроил много всего, начиная, собственно, с вот этого прекрасного здания. Елизавета Петровна, между прочим, считалась всю жизнь очень набожной. Некоторые историки называют это легендой, но есть информация, что однажды она решила уйти в монастырь. Но уходить, точнее уезжать далеко из города в отдаленный монастырь не хотелось, могла себе позволить. И поэтому монастырь здесь стали в Петербурге строить для нее. Выбрали излучину левого берега Невы на месте Смоленого дома и двора. Отсюда название «Смольный монастырь», ну или официально «Воскресенский новодевичий». И вот, когда строительство было в самом разгаре, Лиза передумала становиться монашкой. Она поняла, что валы, платья и винишко гораздо интереснее. Елизавета Петровна любила очень развлечения, любила очень балы и балы-маскарады. К слову, бал в ее правлении проводился два раза в неделю, что на самом деле очень много. После нее, как известно, осталось 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок и тысяча пар туфель. Она никогда дважды не надевала один наряд. Причем в 1753 году в Москве произошел пожар в одном из ее дворцов. И в том пожаре было уничтожено 4 тысячи платьев. То есть это помимо тех 15, а на самом деле сколько их было, теперь уже неизвестно. Причем часть ее платьев стала основой коллекции текстиля Московского исторического музея. Елизавета Петровна на балах-маскарадах очень любила наряжаться мужской костюм. Она была обладательницей очень стройных ножек. А этот факт она могла продемонстрировать только на балу в мужском костюме. В ее коллекции были костюмы национальные, то есть костюмы представителей разных стран мира, а также всякие интересности, типа костюм французского мушкетера, казацкого гетмана, голландского матроса. Помимо прочего, Елизавета очень была ревнива по отношению вообще в принципе к нарядам. Сама она предпочитала тона светлой или белой, и при этом обязательно вышивку из золота или серебра. Если какая-нибудь представительница женского пола делала прическу, ну скажем так, лучше, чем у Елизавет, то эта самая Елизавета могла взять ножницы и прямо на балу подойти к этой даме и отрезать ей локоны или часть украшения из прически. Да, именно так. Но не мог никто выглядеть круче, чем Елизавета Петровна. Вот так. Современники отмечали, что вообще не Елизавета веселая, приветливая, в целом такая позитивная, и вообще внешне она была очень привлекательная, розовощекая, пышная, до определенного возраста очень стройная. И всегда она любила наряжаться. Например, вот Екатерина, будущее великое, писала, «Несколько минут спустя императрица вышла из своей уборной, чрезвычайно разодетая. На ней было коричневое платье, расшитое серебром, и она вся была покрыта бриллиантами, то есть голова, шея, лиф. Оберингермейстер, граф Алексей Розумовский следовал за ней. Он нес на золотом блюде знаки ордена святой Екатерины». Но порой у Елизаветы Петровны бывали и противоположные настроения. Она была подвержена гневу и могла на своих придворных брониться самыми непристойными выражениями по любому поводу, а прислугу била по щекам. Как с детства Елизавета Петровна не признавала режим дня, так и в более взрослом возрасте точно так же она особо не следовала ему и ЗОЖ. Это вот не про нее. Она любила вино, в нем разбиралась, любила вкусно поесть, поесть на ночь. Придя к власти на трон в результате дворцового переворота, при этом в ночное время она всю жизнь боялась, что так поступят с ней. Но даже несмотря на то, что ее жизнь отличалась пышностью, многочисленные любовники, наряды, и все в целом у нее прекрасно, однако вот этот вот страх у нее оставался всегда. Она очень боялась спать по ночам, и порой она специально не ложилась спать ночью, а скорее под утро, вот опасаясь за свою жизнь. Ей нашли специального человека, который охранял ее сон. Его звали Василий Иванович Чулков, и это вот пример такой карьеры, знаете ли, из грязи в князе. Говорили, что он был очень страшен, и из простых. И вот, готовя материал к этому выпуску, я читала книгу, которая совершенно не имеет отношения ни к императрицам, ни к Елизавете, но наткнулась на интересный факт. Дом покойного Пальчикова, речь идет об одном доме на Дворцовой набережной, покупает камергер императрицы Елизаветы Петровны Василий Иванович Чулков. На его примере можно наглядно проследить, как порой делались придворные карьеры. Бывшего придворного истопника со временем пожаловали в камергеры за безукоризненное исполнение особо интимных обязанностей стража царицы на Алькова. Каждый вечер он появлялся с матрацем и двумя подушками, чтобы провести ночь на полу у постели государыни. Верная заветам старины, Елизавета жаловала обряд чесания пяток на ночь. Для чего в спальню приглашались мастерицы этого дела. На рассвете они удалялись, уступая место Разумовскому, Шувалову, ну или иному временному избраннику, но Чулков оставался на своем посту. В 12 часов дня императрица вставала и случалось, что ее сторож в это время еще крепко спал. Тогда она будила его, вытаскивая из-под головы подушки или щекоча под мышками, а он, приподнимаясь, целовал свою благодетельницу в плечико, называя ее белой лебедушкой. Столь фамильярная близость к царице принесла ему в конце концов чин генерал-поручика и орден святого Александра Невского. Ну, в 1757 году Елизавета Петровна чувствовала себя уже плохо, и спустя 4 года она умерла. Причем современники, свидетели этих похорон писали и вспоминали, что это были особо пышные похороны, и даже в гробу она оставалась красавицей и кокетливой. Екатерина II потом напишет, в гробу государыня лежала, одетая в серебряной робе, с кружевными рукавами, имея на голове императорскую корону. Ну и, наконец-то, Екатерина. Чистокровная немка, которая была более русской, чем на самом деле многие этнические русские. Пришла она на престол, ну, практически после Елизаветы Петровны, там, если не считать ее муженька. И если Елизавета провела на престоле 20 лет, то Екатерина II, 34 года, что чуть более чем много на то время и для женщины. И ее действительно можно назвать выдающейся императрицей и личностью. Ну, если вкратце, София Августа Фредерика Ангальд Цербская родилась в немецком городе Штеттен. Теперь это город Шеттен на территории Польши. Ее отец, Кристиан Август, служил прусскому королю. И вот в возрасте 15 лет Екатерину приглашают вместе с матерью в Россию, чтобы выдать замуж за Петра Федоровича. Он в мою подборку точно не вписывается. Могу лишь сказать, что они доводились друг к другу троюродными братом и сестрой. И вот как только она очутилась в России, она сразу стала активно изучать, действительно, с интересом и русский язык, и историю, и религию, и культуру страны. 1762 год. Дворцовый переворот. Екатерина II становится второй, становится императрицей. И практически сразу после своего вошедствия на престол она сформулировала основные принципы, которые мы далее следовало во время своего управления. Они звучат так. Нужно просвещать нацию, которой должна управлять. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям. Время управления Екатерины Великой сопровождалось множеством изменений в государстве, причем позитивных и важных изменений. За время ее правления было построено 144 новых города. Доходы государства увеличились в разы. Если до нее они составляли 16 миллионов в год, то в ее правления 68. Одерживались победы в войнах как на суше, так и на море. Около 80 побед одержала Россия в то время. Численность флота увеличилась в два раза. И численность армии также. Очень значительно увеличилось население страны, то есть численность населения. Из важного, конечно же, не могу не упомянуть, то что Россия получила выход к Черному и Азовскому морям. Были присоединены территория современной Украины, Белоруссии, Восточной Польши, частично Грузия. В ее правление, кстати, впервые стали использовать в обороте бумажные деньги. До этого использовали только металлические. И Екатерина, как, в общем-то, ее предшественницы, и Елизавета, и Анна Иоанновна, считала себя последовательницей политики Петра I, продолжательницей, так сказать, его славных дел. При ней, кстати, был очень сильно реорганизован государственный аппарат. В отличие от Анечки и Лизочки, которые на самом-то деле все-таки больше любили праздный образ жизни и ее веселения, Екатерина II отличалась особым трудолюбием, старалась вести здоровый образ жизни. Во-первых, она вставала очень рано, в 5 утра, но в более позднем возрасте, затем в 6 и в 7, но все равно рано. Примерно с 8 до 11 она работала, принимала своих секретарей, чиновников, других посетителей. Далее работала с бумагами. Я в одном из своих предыдущих видео упоминала про Екатерину как про кофеманку. Ей заваривали настолько крепкий кофе, что если взять порцию этого кофе и разделить еще на 5 чашек, получится 5 крепчайших чашек кофе. Но кофе она любила по-турецки. И вот она работала в течение дня примерно часов до 4. Очень часто ей вслух кто-нибудь читал, например, ее секретарь Иван Бицкой. Затем отдых, прогулки. И спать она ложилась не позже 10 вечера. В еде Екатерина Великая также была очень разборчива. Она предпочитала пищу простую, часто постную, например, вареную говядину из фруктов, яблоки и вишни. Вино любила очень умеренно. Точнее, как, она его практически не пила. Даже во время ужинов и балов очень часто в ее бокале было не вино, а фруктовый морс. Кроме чтения Екатерина очень любила играть в бильярд, а также занималась рукоделием. Она сама лично придумывала костюмчики, особенно для своего самого любимого внука Александра, который впоследствии станет первым. И эти костюмчики были настолько удачны, что даже впоследствии шведский король и прусский принц просили выкройки этих костюмчиков для своих детей. Также у Екатерины был научный подход к любому делу, примерно как и у Петра Первого. Нужно было все понять самой и научиться. Поэтому рукодельничала она достаточно много, как ни странно, и придумывала платья и различные наряды, и для своих придворных в том числе. А еще по вечерам в ее правлении проводили так называемые эрмитажи. Званые вечера с чаепитием и обязательно беседами. Екатерина могла поддержать любую беседу, и ее считали душой компании. Да будет свет! Любимый стиль Елизаветы Петровны в архитектуре, барокко, ну и рококо. Екатерина не любила, она называла это взбитыми сливками, она любила строгость. Как в архитектуре, так и в одежде, именно в ее правлении происходит расцвет стиля классицизм. Безусловно, Екатерину Великую можно было назвать трудоголиком. Она очень много писала, при этом она говорила, что в ее характере нет ничего творческого. Хотя она сочиняла пьесы, ее рецензентом был лично Вольтер, с которым она состояла в переписке со многими другими просветителями того времени. В 60 лет в своем дневнике Екатерина Великая напишет «Я работаю как лошадь». И действительно, она очень много работала. При этом она любила отдыхать, ходила на пешие прогулки очень часто в летнее время. И также любила ездить верхом. Вообще, она говорила, что прогулки очень отвлекают от плохих мыслей и дают, скажем так, новые силы. Охоту она особо не любила, хотя из ружья также стреляла мастерски. Внешне Екатерина Великая была весьма привлекательной и очень приветливой, а в общении проста. Мужчины нравились Кате, а Катя нравилась мужчинам. Порой она была подвержена вспышкам гнева, но очень быстро могла подавить в себе это чувство и успокоиться. При этом даже с подданными, со своими подчиненными она общалась вежливо. Она употребляла фразу «просьба исполнить мою волю», а не «я приказываю». И она очень грамотно поступала с точки зрения управленческой. Она хвалила прилюдно, обронила наедине. И вообще ее многие современники называли милосердной. Ну тут как вас смотреть, конечно же, но в ее правление казнили только одного человека, Емельяна Пугачева. И все. Ну, к вопросу ЗОЖ, она позволяла тоже себе всякие маленькие шалости. Она порой любила курить. Причем, когда надевала перчатки и курила сигары, то просила кончик сигары обернуть тонким шелком, чтобы не запачкать перчатку. Она была щедра, особенно к тем, кто к ней был благосклонен, кто и помогал. Любила дарить хорошие, щедрые подарки своим фаворитам. Например, вот этот дворец мраморный. Построили по ее приказу в подарок ее фавориту Григорию Орлову. К слову, за всю жизнь у Екатерины Великой было 13 официальных фаворитов. Но, естественно, самый известный из них это тот самый Орлов, Григорий Потемкин, Александр Ланской. Но еще один известный случай, связанный с правлением Екатерины, это прививка от натуральной оспы. В то время это было очень важно и, естественно, очень рискованно. Никто не знал, какие будут последствия. Екатерина пригласила из Лондона врача англичанина Томаса Димсдейла, и он сделал прививку ей и сыну Павлу. Они переболели в легкой форме, и вот их выздоровление было очень важным и показательным для народа, что надо прививаться. Таким образом, вот она пошла на риск ради всей страны. Она действительно не знала, какой будет результат. При Екатерине Россия стала действительно культурно развитой страной. Она лично своим примером показывала увлеченность науками, литературой и предметами искусства. Конечно, не она первая начала покупать первые коллекции. До нее это делал и Петр Первый, но в частности в 1764 году она купила коллекцию Иоанна Гацковского, купца из Берлина, и это стало основой Эрмитажа. Плюс при ней был построен первый корпус Эрмитажа. Тогда это, конечно, было сделано не для музея, а для того, чтобы она там проводила уединенные вечера, эти самые приемы ужины и для хранения коллекции искусства. Но, по сути, ее можно назвать смело основательницей нашего Эрмитажа. В общем, как я уже говорила тоже в одном из своих предыдущих видео, что правление Екатерины Великой – это яркий такой пример просвещенного абсолютизма 18 века. Ну, на этом рассказ про трех дамочек 18 века закончен. Спасибо большое за внимание. С вами была Ира Гид Шляпе. Будет еще очень много интересных историй. Если вы хотите индивидуальную экскурсию и просто любите город и по нему гулять, вы можете написать мне форму обратной связи на сайте. Мои контакты есть в описании к этому видео. Поэтому пишите, звоните. Увидимся в новых видео. Всем спасибо. Всем пока.